Это прекрасная возможность для формирования, не знаю, блюдности и писательской среды. То, чему сейчас очень не хватает. Ценность литературного фестиваля писателя родного края отмечают все его участники. Это девять современных авторов и кинорежиссер, которые путешествовали по городам и селам Хабаровского края. За два месяца команда побывала в 11 муниципальных районах и познакомила местных жителей со своим творчеством. У Дальневосточной библиотеки была задача показать, что литературное движение в крае есть, оно существует. Что мы были богатыми на таланты и остаемся. Мы хотели сделать так, чтобы жители Хабаровского края вживую пообщались с представителями писательской команды. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Троицкая, Чигдамын, Николаевск-на-Амуре. Каждый из районов привлекает своей красотой. Хабаровские писатели познакомились с дальневосточной природой, жизнью и культурой местного населения. И были удивлены, что во всех районах знают о них. Их книги есть в библиотеках. Фестиваль именно помог мне попасть в дальние наши, в Чумикан, в Аян, в Чигдамын. И там, где есть мои книги, ну, это здорово, значит, не зря работает. Если бы я привез еще по два раза столько же книг, то эти книги все бы приобрелись в этих районах. То есть там любовь к книге очень велика. Я думаю, даже больше, чем у нас в городах больших. Все книги, которые писатели брали с собой на творческие встречи, были распроданы на автограф-сессиях и подарены библиотекам. А их приезд в Комсомольск-на-Амуре порадовал детей из детского дома. Мы пришли в Комсомольск, в детский дом. Там была запланирована встреча, но мы не знали действительно, что у них юбилей. Что у них, по-моему, 85 лет. И так получилось, что когда мы начали беседовать с детьми, я, естественно, подарил им все свои книжки, которые у меня были. Вот. И там почитал им свои детские стихи. Им очень понравилось. Мы с ними беседовали, говорили, они мне задавали вопрос. Почетным гостем фестиваля стал хабаровский кинорежиссер Альберт Самойлов. В программу вошли просмотры документальных фильмов о писателях Хабаровского края Дальневосточной киностудии. На многих встречах люди просили показать что-нибудь о коренных народах Севера. В Чумикане Самойлов показал свой новый фильм про Айнов под названием «И один в поле войн». Ко мне в это люди подходили люди и вот сокровенно о чем-то говорили. Ну, вернее, говорили о фильме, то, что им проблема, что им это близка проблема, понимаете, проблема коренных малочисленных народов. Я стал общаться со зрителями и понял, что им нужно, допустим, такое-то. Какой-то вопрос из зала, какое-то это, что-то им рассказать, что-то порекомендовать, кого-то, так сказать, послушать. И мне иногда слышат, а что вы думаете об этом, а что, как вы живете. Творческие встречи объединили и читатели, и писательское сообщество. Фестиваль был также настроен на поддержку начинающих авторов и налаживание творческих связей. За поиск новых талантов отвечал молодой писатель Максим Чиншулан. Маленький, но конкретный результат – это то, что девочка, которая слушала нас в Амурске летом, эта, получается, в осенью поступила в поле Стабаровс и в осенью пришла ко мне в литературный клуб. Это просто давно, что, соответственно, ей понравилось. Так что вот от нее тоже, наверное, спасибо. Этот фестиваль – это как раз тот самый случай, когда можно увидеть настоящих, живых, хороших писателей, познакомиться не только с их книгами, с их произведениями, но и с ними самими. А это очень важно. Теперь, когда ты читаешь книгу, ты будешь вспоминать общение с таким человеком. И, естественно, что текст может развернуться и заиграть немножко по-другому. Инициатором фестиваля выступило правительство региона. По поручению Михаила Дегтярева на его проведение из краевого бюджета было выделено около миллиона рублей. За организацию отвечала Дальневосточная научная библиотека. Всю команду министр культуры Юрий Ермошкин наградил благодарственными письмами. Конечно же, главы муниципальных районов помогали активно, главы наших северных районов, и Охотский, и Тукович Микан, и Аян. За это мы им признательно благодарны. И в следующий год, конечно же, также будут новые появляться локации, новые мероприятия. В первом литературном фестивале писатели родного края приняли участие около полутора тысяч человек. Команду путешественников, готовых отправиться по Хабаровскому краю в следующем году, набирают уже сейчас. Продолжение следует...